Ксения Петербург Ксения Петербург Это одна из Христа ради юродивых. И что удивительно, подвиг юродства, он прежде всего характеризует нашу святую Русь. Вот так вот получилось, что именно на Руси больше всего было блаженных Христа ради юродивых. Тех, кто готов был от всего буквально отречься, отречься от своего положения, от своих богатств в прямом смысле этого слова. То есть не рассуждать о том, что хорошо бы отдать что-то, пожертвовать, а просто взять, буквально все раздать и ходить, как есть, по миру, молиться Богу всецело и помогать ближним тем, кого Господь к тебе приводит. Вот такой была именно святая блаженная Ксения, и она исполняет слова на самом деле святого апостола Павла из его первого послания Коринфяна. «Если кто из вас думает быть мудрым в веке 7, тот будь безумным, чтобы быть мудрым, ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». И еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Есть подлинная мудрость — это причастие Господа, которое есть сокровище любой мудрости. А разве можно назвать мудростью какую-то жизненную изворотливость, хитрость, лукавство, вот как змея, которая петляет там где-то под ногами, кого-то она жалит, яд свой передает людям, травит. Вот так же и люди, которые хитры, изворотливы, пытаются урвать какую-то мелочную прибыль, жалят тех, кто находится рядом с ними, поглощают, поглощают, но в итоге внутри пустота и жизненные несчастья. Разве это мудрость, это глупость и безумие? Но до таких людей порой не доходят какие-то вот здравые слова увещания. И бывает так, что люди уже не слышат слов здравого разума. И тогда Господь посылает как раз юродивых, юродивых ради Христа, которые не здравым словом, не словом здравого разума, которые не действуют, пытаются свидетельствовать людям, а безумием тем, что на какое-то время выводят людей вдруг из сложившихся привычных таких вот жизненных обстоятельств. И люди, столкнувшись с блаженным и юродивым ради Христа, уже начинают по-новому оценивать то, что происходит, и свою собственную жизнь. То есть это совершенно особое такое вот служение. На самом деле мы не можем вот до конца проникнуть в суть юродства, потому что это все-таки особый такой вот путь и особый дар. И люди становятся эти совершенно иными. Но если вспомним мы именно вот Ксению Петербургскую, то что предстает пред нами? Это ведь была простая молодая девушка, которая из дворянской семьи, рода, она вышла замуж за то же дворянина Андрея Федоровича Петрова, а он был певчим, пел он в придворной капелле. И вот их счастливый брак, казалось, озарит всю их жизнь, но проходит всего лишь около трех лет, и супруг ее внезапно умирает. Причем получилось так, что он скончался скоропостижно, так что никто этого не ожидал, и он не успел приготовиться к переходу в вечность. Он не успел перед смертью исповедоваться, причаститься к святых тайн. И вот такая скоропостижная кончина без должной подготовки стала в каком-то смысле определенным таким вот ударом по молодой Ксении, которой было около 26 лет. Это вообще первая половина XVIII века, да, и у нее происходит вот этот переворот, что неподготовка мужа к вечности, то, что она не знала участь мужа, и хочется как-то помочь супруге. И вот она для того, чтобы вымаливать его, и для того, чтобы уже понести ради супруга какие-то вот подвиги, она и принимает на себя юродство ради Христа. Это казалось действительно сумасшествием, потому что она одевается в костюм своего почившего мужа и на похороны приходит вот в таком виде, как одевался ее муж, и при этом говорит, что я и есть Андрей Федорович, а супруга моя Ксения умерла. Ну, в общем-то, она действительно умерла для прошлой жизни, потому что она теперь посвящает себя всецело Богу, но окружающие воспринимают ее как сумасшедшую. Следующий шаг кажется еще более непонятным для здравого разума. Она отдает свой дом простой бедной женщине Параскеве Антоновой, которая когда-то у них снимала комнату. Эта женщина была очень бедной, и вот Ксения дарит ей этот дом, но с тем условием, чтобы в этом доме Параскева обязательно принимала бедных на ночлег, то есть оказывала гостеприимство. И вот Ксения начинает раздавать направо-налево оставшееся у нее имущество, деньги. Тут ее родные схватились за голову, что такое, ну, ведет себя совершенно не как здоровые люди, и написали на нее жалобу. И составлена была медицинская комиссия, которая, проведя обследование, пришла к выводу, что Ксения совершенно здорова психически, и поэтому имеет полное право распорядиться своим имуществом, как ей хочется. И вот Ксения отвергает полностью этот мир, отвергает свой статус. Сложившийся образ, вот прежний образ такой дворянской привилегированной женщины, она его тоже отвергает. И выходит на улицы в простом бедном виде, и там она молится вот о тех, кого видит, о родных и близких, о чужих и незнакомых, о тех, кто ее ненавидит и кто досаждает ей, потому что было много таких людей, которые причиняли ей всевозможные скорби. И проходит так вот довольно долгое время. Дело в том, что вот Христа ради ее родства — это все-таки не актерство, потому что актерство, оно достаточно быстро рушится. Вот ты сыграл какую-то роль, и надо возвращаться к своей привычной жизни. А этот подвиг — это было всецелое посвящение себя Христу, к такой вот простой, безыскусной жизни, к жизни абсолютно жертвенной. И вот люди в Петербурге начали потихонечку замечать, что если Ксения дает какой-то вот злой человек протягивает милостыню, то она не берет эту милостыню. А вот у добрых людей она брала. Причем, когда она брала у какого-то человека, допустим, если она по рынку шла, и кто-то угощал ее пирожком, и, допустим, она брала этот пирожок, то в этот день у этого продавца торговля шла, ну, необыкновенно активно, и он получал большую прибыль. Также, если извозчик сподоблялась того, что она соглашалась, что он прокатит ее по городу, то и потом у него весь день шел абсолютно успешно и удачно. При этом то, что ей давали, вот зачастую Ксения тут же передавала какому-то другому нищему. И вот было много таких странных, непонятных случаев. Известный такой вот, многие знают, случай, ведь на Смоленском кладбище стали строить каменный храм. И поскольку это было такое достаточно высокое строение, то прежде всего кирпичи нужно было поднимать на леса, наверх, а потом уже укладывать, выкладывать стены. И вот рабочие вдруг стали замечать, что утром они приходят, а кирпичи уже кем-то подняты на леса. Они удивлялись и потом решили подсмотреть. Оказалось, что блаженная Ксения, она ночью, когда никто не видел, подымала эти кирпичи и тем самым облегчала труд вот этих рабочих. Но на самом деле она вот пыталась нам тем самым показать, что наша жизнь и должна представлять собой возведение храма, храма Божия. То есть мы должны прежде всего созидать Божье дело в своей собственной душе, потому что душа человеческая — это и есть храм Божий. А вот потом, еще в другие дни, что замечали, что по ночам она, бывало, исчезала, никто ее не видел, где она находилась. Пытались тоже узнать и видели, что она выходит на поле, за город, и там долго молится, кладет поклоны, причем поклоны на все четыре стороны. Вот может возникнуть вопрос, почему она клала поклоны, скажем, не на восток, куда принято обращаться с молитвой, а на четыре стороны. Объяснение на самом деле можно найти очень простое. Дело в том, что у нас храмы построены абсолютно везде. И на севере, и на юге, и на западе, и на востоке. И везде есть святые места, где прославливались какие-то святые. И Божья благодать, она везде являет себя. И куда бы мы ни пошли, везде есть Господь. Везде есть святые ангелы, поэтому куда бы мы ни обратились, везде мы обретем Бога. Поэтому тем самым вот святая Ксения, она нам дает подсказку, ты не бойся того места, где ты находишься, куда бы тебя по работе не направили, куда бы ты не был заслан своей жизненной судьбой, везде ты встретишь Господа. И самое главное, ты молись от сердца простыми искренними словами, вот как молилась святая Ксения, и все у тебя будет благополучно, все сложится. И прошло, конечно, много времени, когда вот святая Ксения уже очевидно стала проявлять какие-то вот такие вот благодатные дары прозорливости, исцеления людей. И мамы уже стали специально подносить к ней своих детишек, чтобы святая Ксения хотя бы вот просто прикоснулась или погладила по головушке их чадо, и замечали, что у детей проходили болезни. Святая Ксения, она действительно проявляла такую наглядную прозорливость. Ну, например, вот мы упомянули вот эту Пороскеву или Просковью Антонову, которой она отдала свой дом, и вот как-то к ней святая Ксения приходит в дом и говорит, ты вот тут сидишь и чулки штопаешь, а на Смоленском кладбище тебе уже Господь сына подает. Она-то была вообще бездетная и жила одинокая, эта женщина. Удивилась, но решила не ослушаться, пошла к Смоленскому кладбищу, подходит и, оказывается, у самого кладбища произошел такой несчастный случай, что извозчик сбил беременную женщину, которая вот упала на землю, и тут же она вот родила ребеночка, сына, но сама женщина, к сожалению, скончалась, и никто не знал, кто она. И вот эта вот Просковья Антонова, она взяла на руки этого маленького младенца и усыновила его. То есть вот Господь открыл святой Ксении, и, конечно, про этот несчастный случай, вот по какой-то причине Господь вот таким путем повел этих людей. Но ребенок этот вырос в глубокой такой вот заботе и сам стал искренним православным христианином, и потом он тоже почитал святую Ксению Петербургскую. То есть Христа ради юродивы — это вот такие люди, которые прозревали особый промысел Божий. Вот как в другом случае, когда одна девушка тоже никак не могла выйти замуж, никак у нее не удавалось встретить, ну, как ей казалось, достойную вторую половину, ну, а может быть, и действительно не складывалось у нее. И вот ей Ксения вдруг произносит такую странную фразу «Иди скорее на Смоленское кладбище, там твой муж свою жену хоронит». Ну, тоже вот вроде бы внешне это какое-то безумие, странные сумасшедшие слова «там твой муж свою жену хоронит». Но эта девушка прислушалась к словам святой Ксении, пошла на вот это вот кладбище и увидела, что действительно молодой вдовец хоронит свою рано почившую супругу, плачет горько, молится и не находит в себе никакого утешения. И вот девушка, она прониклась к нему состраданием, и получилось так, что вот тут же они познакомились, и потихонечку Господь устроил их общение, и потом они создали удивительную такую благочестивую семью. То есть промысел Божий, он ведет удивительными путями людей, даже через несчастные случаи, через вот такие трагические утраты, но все равно каждому Господь подает нужное ему место. Самое главное — вот вовремя прислушаться к воле Божией. И вот эту вот волю Божию святая Ксения, она как раз приоткрывала тем людям, с которыми она встречалась. И вот поэтому она и покровительница семейного счастья. Она покровительница всех матерей, которые заботятся о своих детях. И мы знаем, да, вот это именно Смоленское кладбище, то кладбище, которое оказалось вот с ней тесно связано, и храм вот этот она там сама строила, поднимая вот эти кирпичи, и потом она сама там обрела свое упокоение. Но на самом деле, когда святые умирают, то они еще более близки к нам становятся, и она еще более живая, чем была при жизни, потому что теперь-то она слышит всех. При своей жизни она слышала только тех, кто мог к ней вот подойти, кто жил рядом с ней в Петербурге, а теперь она всех слышит, и достаточно приехать туда, где находятся ее мощи, а там уже сразу мы увидим очередь к часовенке, где погребена святая Ксения, и мы увидим, сколько много записочек со своими просьбами приносят люди. Можно помолиться, а можно даже и не приезжая, вот просто взять на себя какое-то правило, допустим, ну вот сорок дней подряд читать Акафист блаженной Ксении в связи с какой-то нуждой, да, допустим, чтобы в семье упорядочилась ситуация. И действительно, вот я знаю много случаев, когда жены возвращали себе изменявших им мужей, когда матери, которые молились о сыновьях, допустим, вот одной мамы, у нее сын ушел, ну, в Чечне война была, да, его в армию взяли, и там его могли просто убить, но чудесным образом Господь его берег, оказалось, что в это время мама молилась именно блаженной Ксении Петербургской. То есть она всегда слышит тех, кто от сердца к ней молится, обращается, и в этом смысле вот она особо и ходатайца братья и сестры, о всех нас. Ну и вспоминая еще раз вот этот вот подвиг юродства ради Христа, что мы можем сказать, что в этом как раз и проявляется вот подлинная мудрость, что она отреклась от всего мирского, но обрела Божьи сокровища, Божья благодать. И на самом деле ум ее был очень трезвомыслящим, но посредством таких вот странных слов или действий она давала очень точный урок приходившему к ней человеку, и этот человек расшифровывал то, что ему было сказано, ему открывалось, что вот так и есть, что святая Ксения предсказала совершенно точно. Вот еще одна такая маленькая деталь, что она, когда уже костюм супруга, в котором она ходила, он совершенно истрепался, то она стала одевать такую вот одежду, зеленая кофта и красная юбка, или наоборот, красная кофта и зеленая юбка. И, в общем-то, никто не пытался это объяснить, но лично я вижу в этом тоже определенный символ, потому что зеленый цвет в богослужебных облачениях это символ преподобных. Тех людей, которые всецело посвятили себя Богу, вели монашеский образ жизни. И на самом деле святая Ксения вот в этом своем служении она была полностью монахиней, по сути, отреклась от мира, хотя и жила вроде бы в сердцевине самого мира. А красный цвет, с одной стороны, это цвет мученичества, ее жизнь это была таким вот непрестанным мученичеством, ей много хулиганов досаждало на улице, но красный цвет — это еще и цвет пасхальный, это цвет пасхальных облачений, вообще храм украшается в красные цвета, и даже сама надпись, она красного цвета — «Христос воскресе», да? Вот это самое радостное свидетельство христианской веры. И святая Ксения как раз и несет вот эту истину, во-первых, монашеского отречения от мира, и радостные истины воскресения, которые, дай Господь, приобщится всем нам. И, по большому счету, кто настоящие безумцы? Это те, кто живут по стихии мира сего. Разве назовем мы мудрым человека, который вот женился, скажем, а потом он бросил свою жену и женился на другой, и там говорит, ну тоже я вот с тобой не могу, ходит по одной, второй, третий, никак не может устроить свою жизнь. Это не мудрость, это безумие. Разве мудрость постоянные какие-то вот финансовые, хитросплетения, где ты кидаешь своих партнеров по бизнесу, предаешь, обманываешь, и потом в итоге остаешься сам ни с чем? Это не мудрость, это безумие. А вот такой образ жизни, который вела святая Ксения, он внешне кажется безумием, но в итоге все тянутся именно к ней, потому что с нею сам Господь. Все обращаются с молитвой к ней. В Смоленском кладбище к ней постоянная нескудевающая очередь. И даже в Новой Зеландии помнят про святую Ксению, и на своих монетах отпечатали ее изображение. Так что вот нам, конечно, не это важно, что там в Новой Зеландии, а то, что у нас в России есть такая удивительная ходатайца, которая поможет нам в любой жизненной скорби, поэтому будем к ней молиться от самого сердца. Святая Блаженная Мать и Ксения, моли Бога о нас и не остави нас грешных. Аминь.